Держивает ваши книги, является Сьюзен Хамфрис. Она говорит, что вы будете приятно удивлены тем, что многие продукты, которые раньше считались вредными, теперь необходимы для поддержания здоровья. Какие продукты, которые раньше считались вредными, теперь можно назвать необходимыми для здоровья? Ну, я назову вам два таких продукта. Первый, о котором знают все сторонники здорового образа жизни, это насыщенные жиры. Их демонизировали на протяжении полувека. Изначально это было связано с Анселем Кейсом, выдающимся исследователем 50-х годов. Вот мне здесь захотелось смешаться и прокомментировать этого доктора Меркулу. Так как я опять услышал про рецепт долголетия, и вероятно, как правило, какие-то люди обязательно говорят о каком-то единственно верном и важном методе для того, чтобы поддержать свое здоровье. И, к сожалению, он провел несколько исследований, таких как исследование семисердечных заболеваний, или по крайней мере так называлось это исследование в 50-х годах. И это действительно привело к тому, что все стали придерживаться низкожировой диеты и исключать насыщенные жиры. А вы знаете, чем их заменяют, не так ли? Сахаром? Нет, растительными маслами. О! Это интересно, потому что растительные масла действительно снижают уровень холестерина, который считается вредным. Это факт. Они снижают уровень холестерина, но при этом повреждают сами молекулы холестерина, что приводит к образованию бляшек, которые вызывают болезни сердца и инсульт. Так что виновниками являются растительные масла. Хорошо, это не сахарная промышленность, заставила нас так думать. Они не взяли его работу, не выделили ее, и не заставили нас бояться насыщенных жиров, не так ли? Они абсолютно точно это сделали. Это правда. Да. И он, к сожалению, не просто мошенник, а манипулировал исследованиями. Он убрал из них много данных, я уже не помню, как они назывались. Прошло уже много времени с тех пор, как я пересматривал эту работу, но кажется, это были исследования семи стран. Обычно там было двадцать два страны, а он взял и выбрал только семь. Да, если бы он выбрал семь других стран, то результаты были бы прямо противоположными. Он просто выбрал нужные данные. Так что да, мы это уже обсуждали. Доктор из Медленда написал об этом в блоге. Так что... Что ты хочешь? Что это за другая еда? Это сюрприз. Так что получается, что насыщенные жиры полезны. А что насчет другой еды? И доктор Хамфрис этого не знает, потому что я ей не рассказывал, но я делаю это буквально. Это сахар. Сахар это полезная еда, и это буквально так. Я знаю, что ты этого не ожидал. Нет. Если знать, как правильно его использовать, он может восстановить твою энергию. И я объясню почему. Так вот, сахар это топливо для твоего организма, и его нужно использовать с осторожностью, но это самое эффективное топливо. А что является топливом для митохондрий? Есть только два вида топлива, на которых работает твой организм. Это могут быть белки, но это очень неэффективный способ получения энергии, и он очень неэффективен. Поэтому основными видами топлива являются жиры и сахар. И когда ты сидишь на диете с высоким содержанием жиров, которую я раньше пропагандировал, потому что я был в замешательстве, я не понимал этого. Я был увлечен идеей низкожировой диеты и низкоуглеводной диеты, считая, что углеводы это зло. А углеводы это всего лишь невинные пожарные, которые пытаются потушить огонь, и их обвиняют в том, что они сами его и устроили. Так считают даже многие официальные представители медицины. Я считаю, что углеводы опасны. Это не так, что вам нужны углеводы. Сахар это, конечно, крайность, но вот что происходит. Позвольте мне продолжить рассказ. Мне так много нужно вам рассказать. И спасибо вам большое за то, что дали мне возможность углубиться в эту тему. Когда вы теряете энергию, когда нарушаются основные функции, и Джимми, никто этого не понимает. На всей планете, наверное, есть всего пара десятков врачей, которые это понимают. Потому что у доктора Питта было не так много последователей. Их было мало. Когда в организме накапливается много митохондриальных токсинов, уровень энергии падает. Доктор Питт этого не понимал. Одна из важнейших функций клеточной энергии, это то, что в толстой кишке есть клетки, которые выстилают ее стенки, они называются колоноцитами. И они образуют небольшой защитный слой. А бокаловидные клетки вырабатывают муцин, который покрывает границы бокаловидных клеток. И когда у вас недостаточно клеточной энергии, эти колоноциты начинают погибать. И что происходит в результате? Ну, эти колоноциты любят жир. Это клетки, которым нужен жир. И им нужен определенный вид жира, который называется короткоцепочечными жирными кислотами. Это буквально три молекулы, но они называются бутерат, пропионовые и уксусные кислоты. Это побочные продукты жизнедеятельности полезных бактерий, или, как я их называю в книге, кислородонепереносимых бактерий. А мы бы сказали, что у них непереносимость кислорода, потому что они подвергаются воздействию небольшого количества кислорода и умирают. Почему это так важно? Потому что эти колоноциты начинают умирать из-за бета-окисления, используя энергию полезных бактерий. Когда они начинают умирать, кислород начинает просачиваться обратно, потому что они не могут восстановить его и не допустить проникновения. Так что полезные бактерии тоже начинают умирать, и их заменяют болезнетворные бактерии. Некоторые из этих бактерий устойчивы к кислороду. И обе эти бактерии вырабатывают четвертую основную причину, по которой люди умирают, митохондриальный яд, который называется эндотоксин. Я не знаю, слышал ли ты о нем раньше, но это молекула, которая встроена в клеточные стенки обоих этих типов бактерий. А эндотоксин, содержащийся в полезных бактериях, на самом деле безвреден. Он не причинит тебе вреда. Но эндотоксин, присутствующий в патогенных микроорганизмах, является вирулентным и разрушает митохондрии. Так что когда вы теряете митохондрии, вы попадаете в порочный круг, который я называю черной дырой смерти. И если вы не выйдете из этого цикла, если вы не выйдете из этого цикла Джимми, то выхода не будет. Вы умрете довольно рано. Это почти невозможно. И так далее. Это черная дыра. Что должны делать люди, чтобы избежать этого порочного круга? Есть еще один фактор, который я хочу здесь упомянуть. Все в порядке. Вернемся к вопросу о сахаре. Но, кстати, одна из моих следующих книг будет называться «Лечение сахаром». Именно лечение сахаром. И это напрямую связано с этим, хорошо? Когда ты? Когда ты говоришь сахар. Ты же не имеешь в виду кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, верно? Нет, 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 нет. Я имею в виду настоящий обычный сахар. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Я собираюсь оставить комментарии по поводу вот этого медика. И посмотрим, сочетается ли его опыт. Я так понимаю, обширный, профессиональный, хорошо подготовленный. Мне с ним не тягаться. Однако, у меня есть обоснование совершенно других методов в некоторых местах. Потому что фруктоза сама по себе не очень полезна для человека. Она отлично подходит для бактерий в почве, но не для людей. Поэтому лучший сахар, у которого есть два названия, это глюкоза. Вы наверняка слышали о ней раньше. Да. Глюкозу также называют декстрозой. И если вы когда-нибудь лежали в больнице, то наверняка знаете, что в капельницах пишут что-то вроде D5V или D10V, и это означает декстрозу или глюкозу. Так вот. И если у вас есть сахар, то это десахарид, то есть в нем две молекулы сахара, одна из которых глюкоза, а другая фруктоза. И сахар в целом полезен, но не так хорош, как декстроза. Вот почему сахар может быть очень полезен. Когда вы болеете и вам нужны здоровые овощи, полезные углеводы, сложные углеводы, о которых нам рассказывали с детства, это то, что вам нужно. Овощи, клетчатка, это полезно. Вам нужно 40 граммов клетчатки. Ну, я тебе скажу, Джимми, когда количество бактерий, устойчивых к кислороду, в твоем кишечнике начинает преобладать, а это почти у всех так, то клетчатка, которая обычно служит пищей для хороших бактерий, становится пищей для плохих бактерий, и они вырабатывают токсичные эндотоксины. И от этого вам становится хуже. Так вот, сложные углеводы, если в вашем рационе преобладают вредные бактерии, только ухудшают ваше самочувствие. Так что употребление клетчатки и якобы полезных овощей, вопреки здравому смыслу, будет ухудшать ваше самочувствие до тех пор, пока вы не избавитесь от этих бактерий. Как ты узнаешь, есть ли у тебя полезные бактерии или вредные? Ну что же, сейчас проводятся тесты. Что интересно, о существовании большинства этих полезных бактерий мы даже не подозревали до 20 лет назад. Потому что они требуют, если они для жизни требуются среда, которая называется анаэробной, то есть без кислорода. Таким образом, им становится очень трудно расти. Так что единственный способ узнать об этом, это то, что они были обнаружены 20, всего 20 лет назад. И они провели секвенирование ДНК в лаборатории, чтобы выяснить, что это было. И они, вот только посмотрите на эти новые бактерии. Мы даже не знали, что мы там есть. Теперь мы знаем, что они там есть. И они действительно там есть. И у нас есть возможность их найти. Так что знаешь, мы постоянно учимся чему-то новому. А вот и это, и вероятно, существует дюжина, а может быть и больше таких полезных бактерий. И есть только одна, она называется акромансия, которая даже производится в промышленных масштабах. Потому что для создания этих растений нужны сотни миллионов долларов. Потому что их так много. Богатый, строгий экологический контроль, который вы должны внедрить, прежде чем сможете выращивать их и собирать урожай. Так что же кто-то может сделать? Так что же тебе следует делать? А что мы будем есть? Ну что же, правило номер один, это две вещи, и ты их выполняешь. Держись подальше от масел и семян. Это правило номер один. Держись подальше от масел и семян. А затем держись подальше от всех обработанных пищевых продуктов. Это вредно для здоровья. Что касается растительных масел, ну, возможно, в Соединенных Штатах, где живет этот врач, возможно, там какое-то хорошее масло. Сливочное, к примеру. Но в нашей стране я проводил всякие опыты и конкретное лечение хронических заболеваний. И что я могу сказать, что, в принципе, говорить о том, что сливочное масло лучше растительных, мне лично не приходится. Некоторые сливочные масла помогали в лечении, то есть делали пациента более здоровым на какой-то промежуток времени. Но оно непонятно, то ли менялся рецепт масел, а масла были различные, делающиеся по импортной технологии. Пармалат вообще отрава. Ну, то есть, я имею в виду, для тех людей, которым их не все в порядке со здоровьем. А вот растительные масла, такие пациенты держатся, будем так говорить, много лет на растительных маслах, типа оливкового. Ну, конечно, эти масла не должны быть взяты просто из супермаркета, обычный набор, потому что практически все они с отравой, подмешаны, дрянь всякая. И эти масла есть нельзя. Ну, для тех, у кого с кишечником что-то ненормальное, масла используются оливкой как лечение для кишечника, для желудка, для кишок, в общем, всего этого кишечного тракта. А оливковое масло, да, бывают какие-то, хорошее оливковое масло, первого отжима не смотрите, это все чушь, что бы они там ни писали, это все брехня. Есть некоторые фирмы, которые действительно изготавливают хорошее масло, кстати, они могут быть гораздо дешевле. Ну, не гораздо, а хорошее масло, действительно натуральное, может быть дешевле какого-нибудь распиаренного, очень дорогого, то есть, не знаю, играет роль цена на это, во многих случаях она не играла. Греческие масла вообще не советую, это, скорее всего, из моего опыта, это итальянские натуральные масла с осадком, хотя барбера, вот барбера хороший сорт. И в моем случае люди, страдающие кишечными заболеваниями, больше всего держатся на вот таких маслах оливковых и на картофеле, вне зависимости от того, что про них говорят всякую руду, хотя вот этот вот врач, он говорит о долголетии. Если с кишечником все нормально, то, конечно, возможно, возможно, употреблять все, что угодно, и сливочные масла, может, если кишечник переваривает, то, конечно же, и сливочные масла запросто, как у меня, например, все переваривается, даже, наверное, кирпичи будут перевариваться, если их туда съесть, если бы они были вкусными. Что касается сахара, о чем он говорит, да, действительно, при кишечных заболеваниях хронических у человека, как он говорит, что видел он многих людей с аллергиями разного рода, да, любые кишечные заболевания связаны, как правило, с различной аллергией на любые продукты. Аллергия может быть на все, что угодно, даже говорят, на картошку есть аллергия, но сам я не сталкивался, и большинство больных, кстати, также болеющие, у которых проблемы со здоровьем, с кровеносными потоками, То есть давление, аритмия и подобные тяжелейшие заболевания, картошка, в общем-то, очень благотворно влияет, иногда бывает, что человек уже не может есть даже мясо, потому что нагрузка на сердце, которая осуществляет, например, престарелым людям, он не может и подскакивает давление при потреблении, безусловно, соли, сахара, мяса. А вот картошка более благоприятно сказывается и удается остановить этот процесс, процесс аритмии, с которым просто нельзя сосуществовать человеку. Готов также поддержать версию, что сахар в какой-то степени полезен, но только в какой-то, не более того. Но, опять же, я считаю, что тем, у кого с кишечником непорядок, сахар может быть очень вреден, несмотря на то, что он говорит, что сахар – это первый источник питания, и меньше всего угроз может быть. На самом деле, на моем опыте это не так. Даже у меня с хорошим здоровьем, слишком чересчур употребление, без достаточных физических действий, употребление сахара начинается головокружение. Если мне сахар есть меньше, а лучше всего вообще его не есть, то головокружение пропадает, ничего такого вообще не происходит. А здоровье у меня приличное, и кишечник у меня переварит, все что хочешь. Но с сахаром происходит такая вот фигня, может быть, это редкие исключения, в общем-то нельзя назвать. В моем случае сахар предостережением для долголетия, так как речь здесь идет о долголетии. Что касается людей с хроническими заболеваниями в том плане, что у них сталкиваются аллергии, это может аллергия на пищевые продукты различные, это действительно может считаться хроническими заболеваниями, потому что этот человек, как этот вразь говорит, что часто при аллергиях люди не могут ничьестить и умирают. Вот с такими случаями я сталкивался. Так вот такие люди сахар есть не могут. Да, действительно, при ухудшении их состояния и доведении своего состояния до варианта просто скелета, до анорексии, может быть, или что-то подобное, людей необходимо переводить действительно на какое-то питание, если они ничего не могут. И действительно, медицинский метод поддержания организма в живом состоянии – это вкалывание в вену глюкозы. И действительно, это оздоравливает человека, приводит его к состоянию жизни. Но проблема тут в том, что вкалывая глюкозу в кровь напрямую, это медицинская глюкоза, она продается в специальных упаковках для употребления в кровь, да, она действительно приемлема. И не только приемлема, она поднимает больного. Но если этот больной после того, как его поставили медицинским, глюкозой этой вкалыванной капельницами, влитыми в кровь поставят на ноги в течение там нескольких недель, то также точно, перейдя на пищу обычную, он также не может есть, и также точно ресурсы его быстренько истощаются, и он превращается в первоначальное безнадежное состояние. Вот поэтому в этом вся проблема. И в таком безнадежном состоянии он никак не может есть сахар, ни в каком виде сахар, продающийся в магазинах. Никаким образом, ни под каким соусом есть он не может. Он также, кишечник также отказывается переварить этот сахар. И тут надо видеть большую разницу. Этот врач говорит, что можно пользоваться глюкозой, но только медицинской. И неизвестно через кишечник, будет ли он усваивать. Усваивает он только через шприцы и через капельницы. А вот кишечник по-прежнему отказывается работать. И в этом состоянии, как я уже говорил, те случаи, с которыми я сталкивался, помогает только картофель. И опять же, значит, есть такая диета в зависимости от того, что происходит. Если каким-то образом состояние больного можно исследовать, но это не анализы. Я не видел, чтобы анализы в этом случае помогали. Дело в том, что анализы определяют кислотно-щелочную среду. Но это ни о чем не говорит. Тут появляется совершенно другой громадный вопрос. А как восстановить кислотно-щелочную среду, чтобы кишечник заработал? То есть начал нормально переваривать пищу и усваивать ее. А здесь очень большая проблема. И не знаю, изучается ли это докторами на уровне общественной медицины. Мне не приходилось это видеть. Однако, говоря о этой проблеме, я подчеркнул вот какие знания. И сейчас я вам их передам. Дело в том, что чем бы вы не питали организм, вы не можете знать, как он усваивает это питание по той простой причине, что он усваивает. Это совсем не так, как работает, например, обыкновенная химия, которую вы изучали в школе или которую изучают в институте. То есть, например, может быть вы слышали, что при употреблении, если у вас кислая среда, например, в организме, и где, надо сказать, где она кислая. Она может быть кислая. Есть такие пробники специально на кислоту. Вы можете вставлять их в рот или мочу исследовать, и она у вас показывает одну среду. А на самом деле она может быть совершенно другая внутри, потому что внутри организма присутствуют разные процессы по обеспечению разводной усваиваемости организмов. И преобразование этих питательных веществ совершенно в другие. То есть, например, в одно время я сталкивался с одним врачом, не помню, как его, неважно. Дело в том, что он объяснял именно то, что когда у вас возникает, у вас пошатнулся щелочной баланс, кислотно-щелочной баланс, а он придерживается у вас, он все тело у вас состоит из этого баланса, и находится он в межклеточной жидкости, которая помимо крови, кровь есть, есть межклеточная жидкость, которая содержится в человеке, я не помню, 12 литров, и она должна быть нейтральная. Причем организм, помимо того, что он просто поддерживает кислотно-щелочный баланс, эти процессы, они настолько тонкие, что они переваривают, они отшлаковывают, организм также отшлаковывает яды, кислоты и так далее. Поэтому, если у вас поступают в ваш организм какие-то вещества, будем так говорить, по мнению каких-то докторов, вредные, то в каком-то организме это может быть нормально и даже полезно. Как это происходит? Например, поступает к вам какой-то из продуктов, которые вот этот доктор говорит, что они вредны. поступает он, а ваш кишечник, ваш кишечный аппарат, ваши органы, печень и так далее, все, которые принимают участие в переваренной пище, они выщепляют полезные вещества оттуда, а вредные отшлаковывают и уводят это в мочу и в кал. Поэтому так напрямую говорить, как правило, что вот эти вот, например, как, например, принято так в простонародье говорить, если у вас кислотная среда, вы употребляете щелочь, это так запросто. Я видел много ресурсов, на которых просто пиарится, и люди там миллионами просмотры, когда они считают, что это верно, когда какой-то человек под видом врачебной практики говорит о том, что если у вас кислотная среда, вы просто берете соду пищевую, разводите ее с чем-то там, никто этого не знает, и пьете. Или, например, у вас щелочная среда, вы просто лимончик кислотный взяли, развели, раз, и у вас все нормализовалось. На своей практике я считаю, что это полная чушь, потому что в процесс вмешиваются все ваши органы, которые по каким-то непонятным причинам либо работают правильно, либо неправильно. Если они неправильно работают, то они могут из вашего лимончика ничего не взять, никакой кислоты, или его же переделать в щелочь, которой у вас уже достаточно. Действительно происходит так. И тут надо изучать все, фактически бы, надо было бы изучать все поедаемые ваши продукты на предмет химической реакции со всеми вашими внутренними элементами, которые ими пользуются, химическими, которые пользуются ваш организм для преобразования вашей пищи. То есть, к примеру, такой опыт, если, например, у вас среда не такая, как нужно, допустим, она кислотная среда, и организм должен потреблять щелочи, не потреблять с едой, а внутри иметь щелочь для компенсации кислоты, преобразовать это в соль и воду и выводить из организма ненужные вещества, кстати, вместе с ядами, которые образуются при переработке мяса и подобных, кстати, все белковые элементы, насколько я мог понять, образуют яды. То есть, именно яды, которые при помощи этой кислотно-селотощей среды, правильной, с водой и солью, выводятся именно при переварении белковой пищи. Это совершенно разница, мой опыт совершенно разница с опытом вот этого врача. И чтобы так происходил процесс, нужно, чтобы ваши органы все работали правильно. Если они работают неверно, то потребление якобы полезных продуктов может вредить здоровью, а с другой стороны, потребление как бы вредных может как раз на них и не влиять. То есть, это такой сложнейший процесс, что без наблюдения, значит, каждого отдельного человека, какое питание к ним поступает, как оно обрабатывается, и что с ними делает организм, совершенно не характерно для обыкновенной наружной химии, внутри человека, каждый орган делает свое. И я, конечно, у меня нет таких... Это настолько тонкий процесс, что даже по поверхностным или отдельным знаниям, на мой взгляд, как я сделал вывод, нельзя знать, что с человеком произойдет при употреблении того или другого продукта, особенно, когда он страдает пищевой аллергией, и аллергия может на разные быть продукты. То есть, человек может даже не подозревать иметь аллергии на тот или другой продукт. Эта аллергия, если он не знает и продолжает употреблять это питание, приводит к его похудению, изнемождению, лишению жизненных сил, и фактически, если так и все будет продолжать, к уничтожению. Это если человек как бы болен. Болезнью называется как-то определение определенных пищевых аллергий. Пищевая аллергия может называться так же и тогда, когда, например, человек, страдающий какими-то болезнями, к примеру, престарелый с инсультом. Они просто не могут переваривать уже при определенной степени инсульта, например, там после первого инсульта или второго, они могут уже потребление мяса, может повышать их кровяное давление или доводить до аритмии. То есть, это те же процессы, которые называются пищевой аллергией. То есть, организм не справляется. Совершенно здоровый человек может не справляться с какими-то продуктами там или сям. На моем опыте, действительно, растительные масла и картофель помогли выживать и людям и с инсультом, и с инфарктом, и с другими заболеваниями перечислять не буду. И почему вот этот процесс очень тонок? Потому что я сам присутствовал при долголетнем опыте, можно сказать, лечением, такого плана, что когда человек не мог вообще потреблять ничего и лежал под капельницей именно с глюкозой, а после капельницей все равно не мог есть. Те же врачи, которые ему кололи в капельнице, потом прописывали ему каши или какие-то диеты, ничего не помогало. И пришлось отказаться от всех таблеток, которые потом как бы должны были приостановить приступы, кишечные приступы. Это не понос, это боли, при котором человек просто невыносимо себя чувствует, очень боль большая. И в таких состояниях врачи обычно назначают операции, отрезают желудок, кишечник, отрезают часть кишечника, желудки, там страшные заболевания есть. Потом, естественно, человек умирает, живет после этого недолго. И вот если представить, что, допустим, потому что, как я уже сказал, я не врач, у меня нет такого, у меня нет клиники, чтобы я лечил. Я просто видел, что в очень тяжелых случаях помогало выздоровление совершенно неоднозначного рода. Положим, вот такой человек, который есть ничего не мог, ему помогла чисто мясная диета, одно мясо. То есть на тот момент, когда он есть ничего не мог и после питания, как бы, не сахаром, конечно, а глюкозой, причем медицинской, по капельнице, его восстанавливали два месяца, после этого он также не мог ничего не есть. Естественно, эти врачи, которые помогли с капельницами, но потом они тоже не знали, что делать. Все остальные рецепты оказались отвратительными, никуда не годными, и опять человека приводили в то же состояние. И спасло этого человека именно мясная диета. То есть это было мясо, 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 с утра до ночи мясо и все. И человек нормализовался где-то через пару, через несколько месяцев. Естественно, лучше бы гулять, перестали у кишечника, нужно двигаться не насильственно, сохраняя свои силы. То есть вот в этом случае, да, получается так, что несмотря на то, что человек не мог ничего есть, потреблял он как бы мясо, которое, как я уже говорю, оно при переварке образует яды, а те структуры, которые должны были выводить яд из кишечника, они продолжали функционировать. То есть что в организме функционирует, а что нет, это сложный исследовательский процесс. Более того, нужно специальное медицинское учреждение, в котором будут присутствовать все продукты, продающиеся в магазине, и реакцию этих продуктов на каждого человека непосредственно в отдельности. Это все не может быть огульным и все для всех. Я считаю, что это профанация и не бывает так. То есть все продукты, которые в магазине, на какого человека будут все действовать хорошо, на какого-то все плохо, и вот градация всех остальных людей, по причинам, у которых так или иначе будет худшее восприятие этих продуктов, либо лучшее. И еще в процессе времени, то есть один на этих продуктах может прожить 30 лет, а второй может быть 100. И это тоже влияет на то, как каждый организм, вот, потребляя эти продукты, как он с ними сопоставляется. И вот этот человек, который выздоровел, нельзя назвать выздоровел, если у человека присутствуют такие заболевания или непривариваемость каких-то продуктов, что является аллергией, это может быть все что угодно, это пожизненная ситуация, и человеку надо все время приноравливаться к той диете, не к той диете, который пиарит и пропагандирует на каждом углу, вот эти так называемые диетологи и всякая там вот эта вот масса, которые прочитали книги и сделали себе отдельные, выписали строчки, и на все массы населения рассказывают, что это полезно и не полезно. Такого быть не может. Для каждого человека надо вычислять отдельный вариант, это очень сложно и деньгами вы не откупитесь. Это бесполезно, потому что анализы вам не помогут, потому что анализы это такая вещь, ну, совершенно избитая, и эти цифры, которые показывают какие-то состояния органов ваших, они показывают только цифрами в расчете на то, что какие-то изменения цифр говорят о многих симптомах, многих заболеваний, и еще неизвестно, насколько они правдивы, насколько они подходят кому-то или не подходят. То есть по массе функционирований, кровь, там всякие, какие там вещества у вас в крови, что, чего, это определиться совершенно невозможно. То есть возникает как о фоне, а на практике человек болеет и болеет, иммуноанализы не помогают, ничего не помогает, потому что в принципе любое лечение должно прежде всего улучшать. свое состояние. И вот тот человек, который сидел на мясе, потом, через какое-то время, когда он вроде бы оздоровился, он продолжал есть мясо, но потом возникла другая проблема, проблема с сердцем, при переварке, видимо. мясо стало ситуацию ухудшаться. И в общем-то тут стал вопрос об изучении кислотно-щелочной среды. И как вот я уже говорил, я натолкнулся на какого-то врача, который разбирал эту проблему и вычислял, и выявил то, что при употреблении, например, щелочных продуктов, они кислотных продуктов, при повышенной кислотности, могут создавать щелочную среду. Как так, скажете вы, так, например, мясо, сало, то есть считается щелочным продуктом. И всех жиров, именно свиное, свиное сало, не помню мясо, свиное сало считается именно щелочным продуктом. Но какая разница, что оно считается? Например, все растения со слабыми, тут еще вступает вопрос слабые кислоты. То есть, когда вы едите ягоды, капусту, шпинаты, овощи, фрукты, они делятся на слабые, сильные кислоты. Так вот, организм устроен таким образом, как рассказывал тот доктор, что если вы употребляете конкретную пищу, конкретные ягоды, какие-то конкретные фрукты или овощи со слабыми кислотами, то организм, вступая в взаимоотношения с ними, своими химическими элементами, преобразует эти слабые кислоты в щелочи. А вот сильные нет, они так остаются. Например, я помню, когда у меня был этот процесс, щавелевая кислота, она являлась сильной кислотой. Поэтому вы больному, значит, страдающим кишечными заболеваниями, испытывающим боли, проблемы с вечным перевариванием пищи, вечными проблемами, у него нарушен кислотный щелочной баланс, и чтобы его поправить, ему нужно, значит, кислотную среду подать. При этом нужно потреблять продукты со слабыми кислотами, потому что именно слабые кислоты сам организм превращает в щелочи. И только тогда. То есть, и это один из массы существ, что надо знать. То есть, получается, в процессе, что для того, чтобы создать нормальную среду в организме, кислотную, щелочную, выходящую на ноль, не кислотную или щелочную, а выходящую в ноль, вам надо потреблять овощи или фрукты со слабыми кислотами. Это значит, надо каждый овощ или фрукт знать, исследовать, какая у него среда, взаимоотношения с вашим организмом, как при переваривании, какие образуются там щелочи или кислоты. То есть, это такой сложный процесс, что вот так вот запросто говорить, вот это полезно, вот это вредно, на мой взгляд, просто абсурдно. Лично мой опыт говорит совершенно о другом. Что касается белого риса, да, действительно, те же люди, которые выкарабкивались на оливковом масле, на картошке и на рисе, да, действительно употребляют рис. Однако, надо помнить, что с такими аллергическими реакциями, но опять же, это люди, страдающими кишечными заболеваниями, они часто думают, что это не аллергические реакции, а им прописывают, им говорят, что это болезнь, это хеликобактер, хелорий, который нужно уничтожить. У них различные там заболевания под разными названиями. И что это, часто говорят, что это психические заболевания, человек не может есть, они обследуют его, у него все нормально, с кишечником, здесь все нормально, и говорят, у тебя с психикой что-то не то, и начинают для того, чтобы человек питался нормально, когда он жалуется на боли, начинают его исследовать с психической стороны и пичкать его таблетками, воздействующим на нервную систему человека. Это тоже полный абсурд, потому что из-за сложности этого процесса. Потому что почти во всех обработанных продуктах есть растительные масла и, возможно, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Так. Вот в чем дело. Значит, это включает в себя все, что жарится во фритюре, верно? Да, я имею в виду, что теоретически можно, но я бы не стал. Можно жарить во фритюре на кокосовом масле, и это будет нормально, потому что там есть немного полиненасыщенных жиров, но при нагревании насыщенные жиры не превращаются в трансжиры. Так что это не опасно. Так что можно. Или можно, например, смазать его кокосовым маслом, запечь в духовке и получить текстуру, похожую на жареное. Хорошо. Значит, держитесь подальше от растительных масел, кроме кокосового. Кокосовое масло — это хорошо. Вот и все. И потом вы говорите. Ну да, да. Кокосовое масло, сливочное масло, топленое масло и сало. Сало. Да. Внизу по улице от моего дома есть место, где готовят картошку фри на сале. Это было бы нормально. Да, это нормально. И знаете что? Раньше в Макдональдсе так делали, пока этот якобы филантроп кажется миллиардер. Да, миллиардер. Он заставил их перейти на растительное масло, потому что считал его более полезным. Да. И? Он ошибся. И умер от сердечного приступа. Так что я хожу в другое место. Там картошку фри готовят на утином жире. Это нормально? Да. Нет. Это нормально, потому что большинство уток выращивают на фермах, а утки и куры — это еще один пример. Сливочное масло, которое делают из молока, тоже нормально, потому что это продукт животного происхождения. Животное — это значит, что у него несколько отделов желудка. В этих других отделах есть бактерии, которые проводят процесс, называемый биогидрогенизацией. Они насыщают эти слои. Поэтому в них не так много пуринов, потому что бактерии в этих отделах превращают их в насыщенные жиры. Поэтому в них очень мало пуринов. Так что утка, как и другие птицы, не относится к жвачным животным. Это коровы, буйволы, олени, козы. Но в любом случае, лучше держаться от этого подальше. Так что курица — это не та здоровая, пища, которой она считалась раньше, и она может быть полезной, но на фабриках ее кормят зерном, а это уже другая еда. На самом деле, моя первая книга, вышедшая 20 лет назад, Джимми, точнее 21 год назад, называется «Беззерновая диета». И она стала бестселлером в Нью-Йорке. Бестселлер? Да, точно. А как насчет яиц? Яйца же полезны, да? Они могут быть полезнее, если их выращивают без зерна. Помните, я говорил, что на фабриках кормят кур зерном, в котором много пуринов. Поэтому даже органически выращенные куры на свободном выгуле. А как насчет? В 400 раз больше, чем у кур, которых кормят с низким содержанием пуринов. А как насчет? В 4 раза больше. А как насчет кур, выращенных на пастбище? Да, это то же самое. На пастбище, но куры не могут получить достаточно калорий из травы. Им приходится есть насекомых. И это было бы здорово, если бы они могли, но в большинстве мест недостаточно насекомых, поэтому их кормят другой едой. А кормят их зерном. А зерно обычно не содержит мало ли нолевой кислоты, например, почти ноль в белом рисе. Белый рис – один из лучших углеводов, которые можно есть. Поэтому японцы такие здоровые? Думаю, да. Я всегда задавался этим вопросом. Мне было любопытно, потому что они полностью нарушали правило, что если ты ешь мало углеводов, то умрешь раньше времени. Но они не игнорировали это правило, а доказывали, что оно неверно. Но да, белый рис… Что касается, что же человек убивает, то я считаю, что полагаться на врачей – это очень рискованное дело, потому что очень многие люди жалуются. Я никого еще не слышал, что кто-то действительно нормализовал свое заболевание, если у него что-то не так с кишечником. Если доктор говорит о том, что люди умирают, потому что там накапливается, и поэтому они умирают, из-за этого это очень странная вещь. Человек когда-нибудь, конечно, умирает, и может сказать, если он умер, то это накапливается. Ведь в процессе он должен себя хорошо чувствовать. Какая разница, когда он умирает? Я думаю, что самое главное – жить до смерти в хорошем состоянии. А не так, что вот у него накопилось, это среда вредная, и вот он умер от этого. Но ведь должны быть симптомы. И вот эти симптомы говорят о том, что у вас питание неправильное. Что бы я посоветовал любому человеку, у которого проблемы? Ну, во-первых, отказаться от всех таблеток. Ну, нельзя отказаться совершенно от всех, но лучше отказаться от всех. И когда вы от них отказались, нужно попытаться в нужные моменты что-то пробовать, употреблять, но понемногу. Те продукты, которые на моем опыте лучше всего влияют на пищеварение, я рассказал. Так, кстати, недорассказал о том, что когда человек как бы встал на ноги под мясом, потом, благодаря вот кислотно-щелочному эффекту, видимо, и поедая одно мясо, он стал чувствовать себя плохо, потому что появились большие проблемы с сердцем, тогда я вынужден перевести был его на вегетарианство, и это сработало. То есть в пищу употреблялись овощи, врукты, и исключение, действительно, исключение всяких зерновых продуктов, в том числе никакого хлеба, ну и вообще всякое любое зерно. Но, действительно, не знаю насчет некоторых масел зерновых, ну, я не имею в виду подсолнечное, я имею в виду, есть такое масло, называется штирийское масло, оно должно быть совершенно натуральное, там все пломбы стоят, все, не то Германия, не то Австрия, не помню. Это масло, конечно, оно зерновое, из семечек тыквы, из специальной штирийской тыквы, но пока я провожу только с ним опыт и не знаю, как оно подействует. Так вот, этот человек после того, как на мясной диете он собрал себя, в общем-то, по кускам, а потом пришлось внедрить овощную диету, фактически вегетарианскую, без хлеба, вообще без зерновых, и вот нормализовалось сердце. После долгих лет всех этих лечений человек восстановился и вот питается определенными количествами пищи разной, но, естественно, с выдержанной диетой, подходящей именно для него. Туда обязательно входит, потому что, как самый устойчивый к кишечным заболеваниям, на мой взгляд и на моем опыте продукты, это оливковое масло, картошка, хорошая говядина, обязательно хорошая, сырынка, нормальное мясо, вот, и это тыква, опять же. Однако нельзя думать, что вот, это все всем подойдет. Ну, во-первых, это надо при таких заболеваниях, безусловно, я считаю, не пить, не курить, никаких сахара, никакой соли. И при улучшениях, конечно, можно позволить себе курицу, но никаких полуфабрикатов. Ну, в общем, это очень жуткая диета, для обычного человека это не подходит, но, по крайней мере, помогает выживать. Действительно, у Балифских сельчингов наблюдается такое, что он может есть овощи, которые как бы очень нужны, но в какой-то момент они ухудшают состояние. У меня мнение такое, что когда вы их едите, и проблем нет, их надо кушать. Какие-то овощи, возможно, даже фрукты, не знаю, но так как там сахар, они могут быть вредны. Лучше бы овощи. Ну, и, конечно же, я бы не отдал предпочтение российскому овощу конкретно, например, тыквы хорошие, или, например, очень хороша китайская капуста. Она не вызывает газообразования. И поэтому его в периоды улучшения работы кишечника нужно употреблять. Естественно, останавливаться или даже частично полуголодать, когда наступают приступы кишечника. Это у больных людей. На какой-то небольшой период, как вы знаете, если больные с кишечниками, с проблемами, следили за собой, они замечают, что в некоторые моменты с изменениями климата или погоды в течение года можно заметить, что наступают какие-то ухудшения в переварении еды и ухудшения вашего здоровья, а в некоторые улучшения. Так вот, улучшения как раз и надо использовать. Овощи, фрукты, какие-то не очень благотворные продукты, потому что в момент ухудшения придется есть очень мало разнообразную еду, в основном тот, который не будет плохо. И это тяжело, конечно. Зато не будет боли. Зато в улучшенном состоянии вы можете позволить себе большее количество овощей. Когда речь идет о том, что японцы, нарушая все правила, едят рис и поэтому всем полезно, я с этим не согласен. Но это мое мнение. Можете слушать, можете нет. Как я и говорил уже, что все органы человека рассчитаны каждый на свое, определенные. В каждом человеке все может вырабатываться по-разному. Когда он потребляет один и тот же продукт разный, люди реагируют на каждый продукт по-разному, в зависимости от того, как функционируют у них все свои органы лично, а не все вместе одинаково. Также я думаю, что есть так же, как я и говорю, что все люди не едины, так же точно люди какие-то питаются. Мы же видим прекрасно, кто-то может есть такую дрянь до самой смерти, пока не умрет там сто с лишних лет, и курит, и пьет, и все что угодно. А другие нет. А другие могут от кишечных заболеваний, жутких кишечных, когда вырезают кишечник, вырезают желудки, проживают там, и я как бы был свидетелем этого, до 30 лет не доживают. Поэтому я думаю, люди разные, и соответственно, рождающиеся в разных местах тоже, они разные, приспособлены к тому или другому. Я отношу японцев, которые едят на, живут на рейсе, точно такими же, и поэтому рис полезны. Я считаю, что в разных регионах рождаются разные люди в массовом масштабе, все-таки придерживающиеся функционирования ихних кишечников несколько отличаются от людей, родившихся в другом регионе, в другом месте. И возможно, что как раз японцы едят рис, и запросто так живут, не потому, что у них там все хватает, ему не надо то, или это не надо, а именно в связи с особенностями, индивидуальной особенности кишечника японца. Вот таково мое мнение. В большинстве мест недостаточно насекомых, поэтому их кормят другой едой, а кормят их зерном. А зерно обычно не содержит мало-ли-нолевой кислоты, например, почти ноль в белом рисе. Белый рис – один из лучших углеводов, которые можно есть. Поэтому японцы такие здоровые? Думаю, да. Я всегда задавался этим вопросом. Мне было любопытно, потому что они полностью нарушали правило, что если ты ешь мало углеводов, то умрешь раньше времени. Но они не игнорировали это правило, а доказывали, что оно неверно. Но да, белый рис – один из лучших продуктов, и он один из самых дешевых. Я имею в виду, что если покупать его оптом, например, в Волмарт или где-то еще, то можно купить очень полезный белый рис по доллару за фунт. И это не вареный рис. Это просто доллар за фунт. Я имею в виду, что его продают в 20-фунтовых мешках. Но в коричневом рисе есть мышьяк, верно? Нет, дело не в мышьяке. В нем есть кое-что похуже, чем мышьяк, а именно клетчатка. Помните, что клетчатка служит пищей для вредных бактерий. Белый рис хорош тем, что в нем нет клетчатки. И это еще одна причина, почему декстроза или глюкоза так полезны, потому что продукты с клетчаткой ваш организм не может переварить. Они проходят через весь кишечник, тонкий кишечник, а затем попадают в толстый кишечник, где их съедают бактерии. А сахар, белый сахар декстроза, который вы можете купить в магазине по 5 долларов за фунт, всасывается в верхнем отделе тонкого кишечника. Он никогда не достигает толстого кишечника, попадает в организм и служит идеальным топливом для митохондрий. Единственная проблема в том, что нельзя есть слишком много. Это нужно делать именно так. Есть люди, которые не могут есть обычную пищу из-за болезней, ужасной пищевой аллергии, и они умирают. Я видел много таких людей, и у них это из-за отравления митохондрий. И единственная еда, которая им помогает, это сахар. Я обычно добавляю от половины до целого фунта сахара, декстрозы, на полгаллона воды, и они пьют это весь день. Нельзя выпить все сразу, потому что это вызовет сильный гормональный сбой из-за инсулина. Получается, это противоречит всему, что мы слышали, да? Конечно. Но тебе это нравится. Ты это принимаешь. Я знаю, что ты бы так и сделал. Поговорил бы с тобой. То есть нужно отказаться от растительных масел. Но если у меня есть хорошие бактерии, то плохих нет. Если у меня есть хорошие бактерии, то можно есть клетчатку, да? Да. В книге, если посмотреть десятую главу, я разделяю углеводы, которые помогают людям понять ценность углеводов, на три категории, зеленые, желтые и красные. Для большинства людей сложные углеводы — это красные. Их нельзя есть. Они красные для всех, но их можно есть только здоровым людям. Есть еще желтые углеводы, например, картофель, белый картофель и... Сладкий. Картофель. Да. И еще. Это рисунок. Такие продукты, как кленовый сироп, на самом деле очень полезны для здоровья, но не стоит употреблять их сразу в большом количестве. Ты же сам этого хочешь. А фрукты, пожалуй, одни из самых вкусных. Цельные фрукты, цельные фрукты целиком. Но Джимми есть так много людей, которые настолько повреждены, что когда они едят фрукты, они заболевают. Потому что во фруктах содержится клетчатка, которая попадает в анализы и стимулирует выработку рост этих вредных бактерий, патогенных бактерий, толерантных к кислороду. А затем они вырабатывают эндотоксин, и им становится хуже. Так скажи мне, как я могу узнать, здоров я или нездоров? Есть ли у меня в толстой кишке полезные бактерии или вредные? И могу ли я есть сложные углеводы или нет? Ну что же, ты можешь это сделать. Самый простой и недорогой способ — это просто попробовать себя в еде. Так что если вы реагируете на эти углеводы, на эти сложные, якобы полезные овощи, велика вероятность, что у вас преобладают болезнетворные бактерии. Что это за реакция? Вздутие живота, газы, стресс, переутомление, затуманенность сознания — все это приводит к снижению клеточной энергии. Я имею в виду, что все это является результатом. Итак, но если ты хочешь быть более объективным и использовать научные инструменты, такие как лабораторные тесты, то прямо сейчас есть некоторые дорогостоящие тесты. Это называется анализ микробиома, и обычно он стоит от 500 долларов до 1 доллара с нулевым результатом, и вы действительно можете идентифицировать бактерии. Проблема в том, что они все еще используются в устаревшей модели, и они изучают вредные патогенные бактерии и большинство. Есть еще очень маловажный аспект в питании. То есть, когда вы едите пищу, вы удовлетворяетесь, вам нравится еда, либо нет. Если вы все время придерживаетесь одной какой-то диете, и она уже обрыгла, вы чувствуете себя хуже. В общем, разные состояния бывают, и все это воздействует на психику. А психика воздействует на переваренный кишечник. Чтобы вы знали, если не знаете, то нервные клетки в массовом переплетении находятся в самом главном месте. Это в кишечнике. Желудок, кишечники, 12-перстная кишка. Там очень массовое плетение нервными клетками. Самое мощное сплетение. Не зря японцы, или кто там, говорят, что вся душа находится в животе, или вся сила человека в животе. Потому что пищеварительный процесс неотделим от вашего психического состояния. Поэтому, если вы придерживаетесь ненавистным вам диетам, и чувствуете себя плохо, это тоже переварится на само переваривание. То есть, помимо всего, что я рассказал, это тоже вмешивается. И вообще, от психического состояния человек может не переваривать даже пищу, отказываться от еды, либо, наоборот, хорошо переваривать. И переваривать то, что не переваривал в плохом состоянии. И это происходит... Это состояние нестабильное, оно постоянно меняется от раза к разу. Зависимо от того, как вы себя чувствуете, что там происходит. То есть, это такая какафония, что, как вы понимаете, медицина, я не слышал, что об этом вообще кто-либо что говорит. А это так и есть. И человек, который может просто от психики... На этом-то и базируется, видимо, убеждение врачей, что если человек не может переварить, и говорит, что им плохо, они начинают его пичкать всякими, типа, транквилизаторов, типа, поддерживающим психическое состояние для лучшей переварки. Но они не действуют, а только разрешают кишечник, потому что все эти химические препараты для психики, попадая... Ну, во-первых, я не видел нормальных препаратов для психики, там, генкобелоба и прочие, которые, я скажу, стимулируют, нервную систему, я не видел. То, что я видел, это все чушь собачья, и они только нарушают психику и нарушают... А дополнительно они непосредственно влияют на стенки кишечника и нарушают именно в среду переваривания. То есть они не поддерживают психику, которая улучшает ваше состояние и способствует перевариванию, а наоборот, они не только не действуют на психику, либо действуют не на те органы, не на те отделы психики, которые помогают улучшить пищеварение. Это настолько сложный процесс, что вся эта какафония, просто, как я и сказал, медицинские методы, вот так это все исследовать и рассчитать, как в математике, мне лично не представляется возможным. Что интересно, действительно, все, кто лечит людей, стараются вылечить, стараются исследовать под микроскопом, под всякими... с разных вариантов, они стараются, как в математике, создать теорию, как вот этот же врач, и рассказать, как, что, где действует. На самом деле, при каждом следующем шаге ваш организм может действовать совсем по-другому. И малейшие изменения в переваривании вашей пищи это может повлиять на все дальнейшие действия организма в целом, заканчивая переварку и воздействие на весь организм, на его жизнедеятельность, либо... То есть, это никогда не скончающийся... Правда, конечно, это все можно заниматься исследованиями, но так как, с моей точки зрения, удавалось избежать таких сложных вещей, которые не могли избежать врачей, обычно общественной медицины, то, по крайней мере, лечение вдумчивое, самостоятельное по отношению к врачам медицины, общественной, я бы посчитал более верным, потому что человек сопоставляет то, что он делает, и что он ест, что с ним происходит, именно со своим личным состоянием внутренним. болит, не болит, лучше себя чувствует от этого продукта, или хуже, и так далее. А вот эти все математические рассуждения, тем более, какой-то доктор, где-то в невероятном месте, вот он один изобрел что-то, как правило, это недостижимое для реальной жизни, и потом, не факт, ведь есть очень много случаев, когда люди с большими деньгами при всех возможностях умирали в очень молодом возрасте. Что касается пластика, конечно, заметить употребление пластиковых бутылок. ... из тех, которые могут быть обнаружены. Выявлены самые опасные ошибки. А вредные насекомые существуют только потому, что хорошие насекомые умирают. Природа не терпит пустоты. Хорошие бактерии погибают, а на их место приходят плохие. А как их восстановить? Как восстановить хорошие бактерии? Это очень невероятно важный вопрос. Великолепный вопрос. Лучший вопрос из всех. Итак, чтобы это сделать, нужно ограничить поступление митохондриальных ядов, потому что, как я уже говорил, есть пробиотики, которые можно принимать, например, ацидофилин. Но есть много сложностей. Лучшие бактерии, такие как пробиотики, не будут работать, если в вашем желудке или кишечнике, толстой кишке, будет много кислорода. Потому что как только эти бактерии туда попадут, если они туда попадут. Потому что пока нет системы доставки, которая позволила бы им туда попасть, не погибнув в тонком кишечнике, они погибнут. Поэтому первый шаг, это прекратить поступление митохондриальных ядов, например, растительных масел, затем ограничить воздействие пластика, который опасен. Потому что он стимулирует рецепторы эстрогена. И есть много путаницы вокруг заместительной гормональной терапии, даже биоидентичной заместительной гормональной терапии. А эстроген — это коварный миллиардер. Он убивает многих людей, особенно женщин. Женщины обычно умирают от рака груди из-за воздействия эстрогена. И это не прямое воздействие эстрогена. Это воздействие пластика, который широко распространен в окружающей среде, потому что он его производит. Пластик? Ты имеешь в виду, что из-за... Пластиковых изделий. Да, из-за пластика. Потому что они производят так называемые эндокринные разрушители. Это сокращение от химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Значит, это... Стимулирует рецепторы эстрогена. Ты имеешь в виду, что если пить воду из пластиковой бутылки или есть мясо в пластиковой упаковке, то это вредно? Да. Или если у тебя пластиковая пищевая пленка на мясе. Нет. Или да. Что? Это очень опасно. Чем вы обычно оборачиваете еду? В этом и заключается проблема, Джимми. Этот знак был искажен, и эти знания были подавлены. В воде или еще что-нибудь, влияние пластика на организм не представляется возможным, но по той причине, что, в общем-то, больные, которые у меня на счету, не употребляют ничего из пластика. Бутылки в основном стеклянные. Но и, как вы понимаете, имею дело так, как и с больными, то никакие напитки из банок они не принимают вообще. В плане жидкости употребляется вообще только вода, кипяченая в домашних условиях. Все. Больше ничего. Никаких бутылок, никаких супервод, никаких очищенных, никаких газированных, вообще никаких. То есть, эти больные, которые действительно нормально живут, все, но как бы нельзя эти все упаковки употреблять. А стеклянные там или пластиковые? Другой вопрос был такой опыт, что покупалось в магазине, в супермаркетах мясо свежее, говядина, но в пластиковых упаковках. Она стоила недорого, ну, для мяса там порядка, если на рынке сейчас примерно, недорогое, я так понимаю, недорогое, но вполне нормальное мясо. Ну, в данный момент можно купить за 800 рублей в среднем за килограмм, то мясо, думаю, стоит, может быть, 600 в магазинах. Но через несколько месяцев потребления такого мяса у больных были очень серьезные ухудшения со здоровьем. И как только мясо это, больной отказывался есть, то есть переходили на именно на рыночное мясо, которое не упакованное, то состояние восстанавливалось. Это точно, но и проверено, и поэтому есть ли речь. Но я еще относил это к тому, что когда мясо в пластиковой упаковке готовится для супермаркета, возможно, там в пластик добавляются внутрь какие-то, как всегда, в магазинах во всех добавляют все, типа, ну, я не знаю, обеззараживающих веществ, как они говорят, в малой дозе, которая не действует на организмы. Все это чушь собачья. Даже противозатятные свечи, самое лучшее качество через постоянное употребление, через несколько лет делает эрозию матки. А потом, если, например, прекратить это использование, то опять же, через несколько лет эта эрозия прекращается. Так что все употребления, всяких химикатов, маленькой дозе для того, чтобы продукты не испортились, через какое-то количество лет они приводят к жутчайшим болезням, жутчайшим разрушениям кишечника. Поэтому я думаю, что можно считать пластик недопустимым для потребления пищи, упакованной в пластик. Есть много уважаемых ученых, которые написали книги и статьи, и есть легиона тех, кто понимает это, но их дискредитировали. И каждый раз, когда они пытаются распространить свои исследования или основать компанию, их просто вытесняют с рынка, потому что они составляют конкуренцию производителям пластика. Так что я в процессе. Одна из вещей, которую я собираюсь сделать, это создать биосовместимые альтернативы пластику. И одна из них, это декстроза. Как я уже говорил, самый распространенный сахар это декстроза и фруктоза. Поэтому мы удалим из них фруктозу. Мы будем производить чистую декстрозу, а фруктоза останется. Эту фруктозу мы можем использовать как ингредиент для создания классических альтернатив, которые будут служить удобрением. Хорошим, полезным удобрением, когда вы выбрасываете их на свалку. Они способствуют росту полезных бактерий. Это лучшее из двух миров. Никакой вредной пластиковой упаковки, никаких эндокринных разрушителей, и вы удобряете почву. Это лучшее решение. Кажется, это задача, которую никто не сможет выполнить. О нет, Джимми, я уверяю тебя, я это сделаю. Я уже делаю это. Я не говорю, что ты не сможешь изобрести альтернативу пластику, но прямо сейчас. Они уже существуют. Они уже существуют. Проблема в том, чтобы их продвигать, и чтобы общественность знала об этом. А у меня есть очень большая платформа. Моя платформа будет стремительно развиваться после выхода книги. Я запускаю много других проектов вместе с книгой. Мы могли бы часами обсуждать эту книгу. Я знаю, мы могли бы это сделать. Вот увидишь. Так вот, но я просто скажу по-быстрому. Ты слышал, что были проведены исследования, которые пытались доказать вредность кокосового масла, не так ли? А да. Это определенно было оскорблением индустрии пищевых масел. Так что да. ВЗ — это индустрия пищевых масел. Да. Они занимаются этим уже много лет. Да. Да? Таким образом, они пытались заставить людей бояться? Да, конечно. Это классическая стратегия. Ты это хорошо знаешь. Ты знаешь это лучше, чем большинство людей. Ну что же, я все равно буду употреблять оливковое масло первого отжима. Я надеюсь на это. Да, ты можешь это сделать. Просто не высовывайся. На самом деле, употребляй не больше столовой ложки в день. Знаешь, тебе, наверное, хватит и столовой ложки, особенно если учесть, что в тебе мало линолевой кислоты. Но в идеале я мог бы прислать тебе результаты исследований по этому вопросу, если тебе интересно, но это проблематично. Все в порядке. Ой, я так и не закончил тест. Есть еще тесты. Я же говорил тебе, что это дорогостоящие тесты. Сейчас я нахожусь в процессе создания микробиологического анализа, который стоит вот эти 50 долларов. Джимми, это не 500 долларов, это не 1000, это 50 долларов, которые будут стоить определительно не только, какие бактерии у вас там есть, но и в каком количестве. И я надеюсь, что это будет доступно позже в этом году. Так что ладно, я действительно с нетерпением жду этого момента. Эй, приезжай к...